Несанкционированная торговля В пластиковой бочке, замоченной в рассоле, плавает запас готовой продукции. Молодую продавщицу без спецодежды грязь на рабочем месте не смущает. Говорит, и документы на реализацию у нее есть. Но нам она их не покажет. А чего я вам должна показывать? Мы хотим у вас рыбки, например, найти. Скажите, а в правильных условиях вы это все продаете? Конечно, в правильных. То есть это нормально, вот так продавать рыбу, да? Да. После извлечения сельди из рассола рыба сохраняет свежесть только на протяжении двух дней. Сколько времени эта продукция пролежала на открытом воздухе, неизвестно. Да и когда продавец показывать документы отказывается, покупать такую рыбку крайне опасно. Ученые доказали, что употребление продуктов, которые хранились в неправильных условиях, грозит онкозаболеваниями. Это уже экономический переулок. Вот еще один прилавок с рыбой. Здесь и килька, и хамса, и сельдь. И снова все продается под открытым небом. Документы на торговлю здесь отсутствуют. Вас это не касается, меня не надо снимать. Ну а если покупатель попросит документы, вы можете ему показать? У нас есть все документы. Ну так покажите нам. Ну не знаю, оставьте нас в покое. Соседка напротив рассказывает, что женщина на этом месте торгует около двух месяцев. Говорит, клиенты у нее есть всегда. Люди берут? Люди берут, да, а я не им. Согласно закону, каждый покупатель имеет право знать, кто и где производит товар, в каких условиях он хранился и реализовывается. Спрашивайте у продавцов документы, а всем недобросовестным бизнесменам, которые зарабатывают на здоровье одесситов, напоминаем. Торгівля в местах з рук, на улицах, площах, у дворах, подъездах, скверах та інших невстановлених местах тягне за собою накладання штрафу від одного до семи неоподаткованих минимумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівля або без такої. Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами тягне за собою накладання штрафу від шести до п'ятнадцяти неоподаткованих минимумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі. Но в мерії решать проблему стихіної торговли не спешат. Пока чиновники борются с мифическими врагами, на городских улицах процветает антисанитарія. Ольга Голодова, Андрей Кульба, 7 канал.